Все большее количество людей занимаются массовым любительским спортом у нас в стране и в мире новые формы этих занятий возникают все время и мы это видим ну даже там по ленте новостей или там где угодно урок физкультуры тоже трансформируется со своими задачами образовательными воспитательными какие новые формы этих занятий позволяют повысить собственно вот уровень воспитания в том числе и физического вещь культуры у детей знаете я считаю что вот эти новые формы они могут быть основаны на старом содержании что я имею ввиду да вот спорт это вообще общий такой признанный воспитатель то есть спортсмены благодаря своим достижения своих результатов они имеют ну такие более устойчивые навыки позволяющие им чувствовать себя ну так социализироваться чувствовать себя в обществе комфортно это там и командный дух и умение так сказать выходить там за грани какого-то комфорта и так далее так далее то есть мне кажется что доказывать не надо что если человек занимается спортом то у него соответственно воспитательная компонента присутствия точно но хотя бы потому что он умеет достигать результат и здесь возникает такая интересная форма как вы говорите новой организации когда например мы приходим в спортивный зал найдем к примеру его пустым почему потому что учителю физической культуры удалось организовать занятия таким образом что все его ребята занимаются спортом в спортивных секциях а сегодня система например московского спорта позволяет в общем-то на бесплатной основе большое количество ребят но конечно они должны определенными талантами обладать и мне кажется сегодня вот начинается такое движение связанное с созданием школьных спортивных клубов или формы новый урок секция которая сегодня внедряется в дисциплину физическая культура в предмет физик культура позволяет учителю найти для ребенка тот формат работы который бы действительно мог ему доставлять ну скажем так удовольствие от результата от коллектива от работы в команде или определенную воспитательную компоненту нести поэтому выход за рамки урока выход в за рамки школы и кажется это тоже сегодня забота учителю физической культуры потому что он должен понимать что ребенок который сегодня в его классе а все-таки физическое воспитание это не только забота учителя физической культуры а физическое воспитание это забота прежде всего всего педагогического коллектива школы начиная с директора и так далее и учитель по физической культуры на фронтире здесь находится больше всех понимает об этом и вот если у учителя физической культуры что ребёнок занимается серьёзно в какой-то секции, достигает спортивных результатов, мне кажется, это должен быть предмет его гордости и некий отчёт о его работе, связанный как раз с тем элементом, который вы говорите с воспитанием. Но сегодня мы знаем, что у нас дети с разными образовательными потребностями. И некоторые с разными возможностями. И поэтому сегодня очень важно найти эти формы и для тех ребят, которые не могут достичь в спорте каких-то высот, на надёжный партнёр. Это тоже формы, нельзя сказать, что они новые, точнее формы могут быть новые, содержание старые. Это программа дополнительного образования. Когда в рамках вот этих, например, послеурочных занятий в системе дополнительного образования мы можем ребят объединить в различные коллективы, которые занимаются любимыми видами спорта. И может быть это сделать можно не только, параллельным классом, а сделать это можно и с такой коллаборацией между, ну понятно, что не начальные с старшеклассниками, так сказать, соединять, но может быть линейки классов немного можно соединить, так сказать, близкими. История с дополнительным образованием, мне кажется, там, послеурочным здесь тоже важна. Если в математике это, так сказать, стандартная история, вот есть урок и есть занятие после уроков, то в физкультуре может быть занятие не после уроков, а вместо уроков. Это может быть вместоурочное образование. Да, но здесь тогда... Тот редкий случай, где это работает. Да, 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 это очень важная, мне кажется, позиция, но здесь тоже важно понять, как будет организовано расписание. Если вместо физкультуры, тогда что будет во время? Да, ну... Это уже организационный вопрос. Ну, каждый зауч знает ответ на этот вопрос. Это организационные вопросы, но мне кажется, что это очень правильный вопрос, очень правильная постановка вопроса, что учитель, современный учитель физической культуры всё-таки сегодня становится неким организатором, менеджером физического воспитания каждого ребёнка. Более того, я скажу, что вот этот процесс физического воспитания должен происходить, ну, как я уже говорил, не только на уроке физической культуры, но и на других уроках. И это значит, команды учителей должны просто понимать и объединяться в общей идее, доведение. Например, на уроке биологии мы тоже совершенно спокойно можем рассказывать ребёнку об том его организме, но уже, может быть, не ребёнку, а более старшему подростку, о его организме, и как вообще это работает, как правильно питаться, как это необходимо делать в условиях повышенной физической работы и пониженной физической работы. Ну, совершенно верно. Что такое состав тела, из чего он состоит, и как происходит его увеличение или снижение, и чем это чревато. Всё это, мне кажется, очень интересные формы. Ну, и плюс, я считаю, что создание школьных спортивных клубов и формирование вот такого контента, оно влечёт за собой организацию различных соревнований межшкольных, межклассовых. И то, что уже тоже не сегодня придумана, например, такая форма, как президентские состязания, это тоже форма соревнований ребят и форма поддержки. Если, например, кто-то из ребят может составить костяк этой команды и в нём, так сказать, участвовать, то кто-то может ещё и участвовать в поддержке, в сопутствии каком-то, так сказать, этой команде. То есть, мне кажется, что эта объединяющая форма, классная объединяющая форма, она может быть тоже очень мощным элементом воспитания. Ну, и находясь даже не, так сказать, в основном действии, не участвуя в соревновании, а сидя на скамейке, всё равно ты, как бы, находишься внутри этого процесса. И чувствуешь атмосферу, и, естественно, приобщаешься. Все испытывали, надеюсь, все испытывали какое-то чувство болельщика, сопричастности, когда ты болеешь за любимую свою команду, и неизвестно, кто ещё физически больше, так сказать, напрягается та команда, которая играет, или ты, когда ты искренне желаешь им победы, или почему-то болеешь за эту команду. Это тоже очень важно прививать, это тоже работа учителя физической культуры, чтобы прививать сопричастность к команде. Создать просто команду — это не всё. Нужно вокруг команды создать ещё и атмосферу. Из тех же ребят, из их друзей, из их соклассников, так сказать, одноклассников. И это может быть тоже интересный сюжет для воспитания. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok